Мама, она даже приняла такую фразу, Таня, у тебя цвет буфетчицы. Светлые кудри журналист Татьяна Никитина обрела 20 лет назад. После окончания университета решила кардинально изменить свой облик. Стала блондинкой и никогда об этом не жалела. Блондинкой в нашей профессии, как выяснилось, быть не то, что легко, не то, что можно, а даже нужно. Игра в блондинку дает свои плоды реальные. И блондинке, как мне кажется, проще получить информацию, возможно, чем брюнетки, шатенки. В женском бизнес-клубе у каждой второй светлая голова. А на деле блондинки оказались образованными и самодостаточными дамами. А белокурые локоны – это отличное прикрытие, работать под которым намного проще. Такая вот ненавязчивая, наверное, блондинистость. И, ну, включается, наверное, все-таки актерский талант, что позволяет достаточно с юмором выйти из различных ситуаций. Актерского мастерства ему не занимать, но вот белых локонов не хватало. Сергей Безруков стал блондином ради своей главной роли – Есенина. Я постепенно как-то привык, привык постепенно. Я был как раз тем самым молодым, вот таким вот белокурым блондином, боксом. Носить светлые волосы – удовольствие дорогое. Окрашивание в белый цвет стоит в среднем около трех тысяч рублей. Стилист по прическам салона красоты «Студия Профессионал» Наталья Курникова говорит, современный блонд никакого вреда для волос не представляет. Сейчас очень много альтернативных красок, которые предлагает профессиональная косметика, которые, конечно же, обладают и сильными кондиционирующими свойствами, и гораздо более мягкие и щадящие, чем прежние красители. От природы белокурые локоны с каждым годом достаются все меньшему числу людей. За последние 50 лет число блондинов сократилось с 50 до 14%. Натуральные блондины – вид исчезающий. Последний человек, у которого от природы светлые волосы, появится на свет в Финляндии в 2200 году. Надежда Новикова, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив.